Книга «Открытым оком». Второй том. Тема «Деньги». Вопрос 858. Если человек занимается в банке начислением процентов по кредитам, не уменится ли этому человеку грех лихвы, хотя он и не хочет этими процентами пользоваться, а зарабатывает себе лишь на пропитание? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «И хлеба твоего не отдавай ему для получения прибыли». Не имея 5.11. «Возвратите им ныне же поля их, виноградные масличные сады, их и домы их, и рост серебра и хлеба, и вина и масла, за который бы судили их». Псалтырь 14.5. «Кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного, поступающий так и поколеблется вовек». Притчи 28.8. «Умножающий имение свое ростом и лихвою соберет его для благотворителя бедных». Иеремия 15.10. «Горе мне, мать моя, что ты родила меня человеком, который спорит и ссорится со всей землею. Никому не давал я в рост, и мне никто не давал в рост. А все проклинают меня». Иезекииля 18.13.22.12. «В рост дает и берет лихву, что будет, то будет ли он жив? Нет, он не будет жив. Кто делает все такие мерзости, тот непременно умрет. Кровь его будет на нем, взятки берут у тебя, чтобы проливать кровь. Ты берешь рост и лихву, и насилием вымогаешь корысть у ближнего твоего. А меня забыл, говорит Господь Бог». Кавычки закрыты. Апостольское правило 44. «Епископ или пресвитер, или диакон, лихвы требующие, занимающиеся ростовщичеством от должников, или пусть перестанет, или да будет извержен». Первый Вселенский собор. Семнадцатое правило. «Поскольку многие, причисленные в клир, любостяжанию или хаимству последуя, забыли Божественное Писание, глаголющее, серебра своего не давай в лихву и давая в долг, требует сотых, судил святых и Великий собор, чтобы, если кто после сего определения, обрящется взимающий рост данного взаём или иной оборот, дающийся ему делу, или половинного роста требующий, или нечто иное вымышляющий, ради постыдной корости, таковый был извергаемый склира и чушь духовного сословия». Четвёртый Вселенский собор. Десятое правило. Епископ, или пресвитер, или диакон, зимающие лихвы, или так именуемые сотые, или да пристанет, или да будет извержен. Лаодикийский собор. Четвёртое правило. Посвященные не должны давать в рост и взимать лихву и так называемые иммиолии, то есть половинный рост. Карфагенский собор. Двадцать первое правило. Рассуждено так же, чтобы клирик, давший взаймы деньги, столько же денег и получал, а дававший вещи получал, сколько дал. Кавычки закрыты. Истина православный христианин не может работать в жидовском учреждении, призванном ограбить народ. Нужно идти на исповедь, покаяться и сменить работу, выдержав эпидемию грабителя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!